Вопрос, аль южбару аля хабули л-гадия у садака? Заставляется ли этот банкрот, то есть после того, как он раздаст все свое имущество в долги, заставляется ли он к принятию подарков и милостыни? Допустим, у меня остался тебе долг, допустим, 2000 единиц, и кто-то приносит мне подарок или приносит мне садака. Обязан ли я принимать это садака, чтобы, взяв это садака, отдать тебе покрыть еще не оставшиеся долги? Говорит Ибн Кудама, передал от ханбаритов от шафиритов то, что человек не заставляется к этому. Почему не заставляется к этому? Потому что если человеку кто-то дал подарок, и он его принимает, то этим самым принявший становится как бы должным тому, кто ему дал этот подарок. То же самое касается садака, то, что называется аль-минна. Говорят, якуну минна тан алей, или такуну минна тан алей, на него появляется минна. То есть он как бы чувствует себя обязанным этим людям, которые ему что-то дарят, или дают ему садака. Ля нафи дали каминна тан алей, видишь, поэтому в этом говорит, потому что, говорит, в этом есть минна. То есть чувство того, что ты кому-то должен. Вадай ва шаукани фисейль и ля анну едживу алей, кабуль аль-гадия. И второе мнение в этом вопросе, мнение о шаукани, в его книге Сейл-юль-Джарра, то, что человек, такой, то есть банкрот, обязан принимать подарки. Говорит, танбех примечаний, итакан аль-муфлис, аршу амдин, вачива алей, кабулу. Что касается вот этого вопроса, относительно подарков и относительно милостыни, то правильное мнение в этом вопросе такое, что если он не будет чувствовать себя чем-то должным тому, кто дает ему садака или подарок, то он обязан принять этот подарок или этот садака, чтобы посредством этих денег покрыть свои долги, оставшиеся. Но если же на него будет минна, то есть он будет чувствовать себя должным этому человеку, и потом его будут упрекать за то, что он взял подарок или берет садака и тому подобное, тогда он не обязан принимать подарков и садака. Говорит примечание, итакан аль-муфлис, аршу амдин, вачива алей, кабулу. Говорит, если в пользу банкрота кто-то должен выплатить выкуп за преступление, то он обязан принять этот выкуп. Почему обязан принять этот выкуп? Потому что уже в данном случае на него минны не будет. То есть имеется ввиду, он не будет чувствовать себя должным кому-либо. То есть если, например, банкрот стал жертвой какого-то преступления, например, потерял конечность или зрение или что-либо подобное, и тот, который привел его к потере зрения, то есть обвиняемый в данном случае, обязан выплатить ему какой-то выкуп, часть денег за потерянный орган, или за потерянное зрение, или за потерянный слух и тому подобное. В этом случае, говорим, банкрот обязан принять эти деньги и не имеет права прощать этого обвиняемого. Понятно или нет? Но должен его принять. Далее, следующий вопрос.